11 ноября состоится географический диктант Русского географического общества. Сегодня мы расскажем о том, как принять участие и, собственно, для чего проводится эта большая просветительская акция международного уровня. У нас в гостях Антипин Сергей, руководитель молодежного клуба Русского географического общества Владимир, аспирант ВЛГУ, и Игорь Анатольевич Карлович, руководитель Владимирского регионального отделения Русского географического общества, профессор ВЛГУ, доктор географических наук. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, большой географический диктант. Кто это придумал и как давно его история существует? Кто начнет? Ну, я разрешите начну. Нашему географическому диктанту уже возраст. Три года придумала руководство нашей страны и общественность географическая, чтобы поднять уровень образованности. Это воспитательная функция, потому что это патриотизм воспитывает. И вообще знать свою страну, это же большое дело, нужное дело. Придумали в России, но проводится по всему миру. Сергей. Да, все верно. В этом году количество стран-участников увеличилось до 80. В прошлом их было 25. На Пятиматериках 11 ноября участники диктанта будут проверять свои знания. Почему сложилась эта традиция? Это те страны мира, где есть географическое общество? Нет. С чем это связано? Все зависит от инициативы людей. Многие люди, которые живут за рубежом, являются выходцами из России. Они знают об этой воспитательской акции и готовы ее организовать у себя в стране, может быть, в большом районе. Стараются поддерживать какие-то внешние связи с Россией. Я думаю, что это замечательно. В этом году некоторые страны примут впервые участие в этой акции. Расскажите об этом. Кто присоединился к этому большому движению? Ну, я считаю, что к этому движению присоединилась прежде всего Украина. Это большое значение имеет. Это достижение наше. Все страны СНГ. И все, кто нам симпатизирует по политической линии. Так что эта компания такая. И именно носит международный характер. А насколько это важно для русского географического общества иметь такой резонанс в мировой общественности? Вы понимаете, это настолько важно, что это обсуждению не подлежит. Потому что знать свою страну, свою родину, работать здесь, жить здесь, это большое дело. Не уезжать, по крайней мере. Смотрите, весь мир охватила волна мигрантов. Кто-то куда не едет. Наша задача свой народ содержать здесь, чтобы воспитать чувство патриотизма, уважение к своей стране, к истории своей, к географии своей. Вот это большое воспитательное значение имеет русский географический диктант. И мы это проводим уже третий год подряд. Это очень серьезное мероприятие. Это все-таки экзамен, либо это какое-то тестирование? Что из себя представляет форма диктанта? По большей части это тестирование и проверка самого себя. Потому что даже в бланке не заполняется свое фамилия, имя, отчество. И здесь только статическая информация о том, какого вы пола, какой ваш род деятельности, студент, школьник, пенсионер, чем вы занимаетесь, знаете ли вы какую-либо информацию о русском и графическом обществе. То есть тут именно задача в том, чтобы определить уровень знаний в целом по стране, а не унизить там какого-то человека, а просто показать, насколько хорошо мы знаем географию. И это в первую очередь акцент для русского графического общества, которое будет знать, на что делать упор в сфере молодежного движения. Как формируются сами задания и, собственно, географии, чего они посвящены? Это России, либо это весь мир? Вот в этом году весь географический диктант, он в основном посвящен России. Формируют, там специалисты сидят, там с МГУ специалисты, с педагогического института специалисты. То есть в прошлом году это не была только Россия? Это был весь мир? Да, были некоторые вопросы и с других стран. И в этом году они будут, но в основном, конечно, это Россия. Потому что мы поняли, что надо делать упор на свою страну. Знать прежде всего свою страну. То есть даже в Королевстве Таиланд там тоже будут отвечать на вопросы, касающиеся географии нашей страны, да? Конечно. Пусть изучают. У них там будет немножко другой вариант географического диктанта, не тот, который в России. Потому что их всего будет четыре. Два варианта – это для площадок в Российской Федерации, которые на свое усмотрение выбирают вариант. Третий вариант – это на онлайн-площадке диктант.рго.ру. Кстати, его можно будет пройти с 14 часов по московскому времени 11 ноября до 15 ноября, до 14 часов. Никакой регистрации предварительно не нужно. Необходимо просто зайти на сайт, пройти онлайн-тестирование и сразу же получите ответ. А у вас перед глазами листочек, собственно, как выглядит сам вот этот тест географического диктанта. Покажите, насколько он объемный, да? Как он выглядит. Вот примерно так, да? Примерно. Ну, не надо бояться. Один лист? Один лист, да. Первая половина листа – это статистическая информация у участника. И вторая половина листа – это бланк для заполнения ответов. Он разделен на две части. Вот я покажу. Вот эта первая половина – это информация о себе. Кетов, да? Да. А это уже ответы. И, кстати, очень легко отвечать. Здесь не надо ничего там думать. Какие-то вопросы есть в тестовом варианте АБВГ. И еще хочется сказать, что в этом году диктант будет проходить в немножко упрощенной форме, потому что по проведению прошлых годов поняли то, что задания нужно делать более логичными. То есть не требуется каких-то генерационных знаний. На большую часть вопросов можно будет ответить логически, по типу «Игры что, где, когда» и «60 секунд». И диктант будет определен на две части. Первая часть – это будет более простая, вторая часть – уже более продвинутая. То есть здесь, в принципе, не требуется специальных знаний, да? Нет, нет, нет. И не в приоритете тех, кто получает от образования, к примеру, в ЛГУ. То есть даже со школьной программой можно справиться. Да, конечно. Даже специалистам просто будет ответить проще. А здесь участники могут догадаться, потому что вопросы уже будут именно на логику. Надо мышление развивать, логику мышления, все будет нормально. Итак, 11 числа. Где заявлена площадка и кто вам помогает? Ну, у нас по городу, Владимир, у нас две площадки. Вот, это самая крупная площадка в педагогическом институте, за которую мы отвечаем за эту площадку. А вторая – в Механическом колледже, в Механическом колледже, в Механическом колледже. Ну, и еще я добавлю, так как мы географическое, так сказать, отделение в области, в этом году в области много площадок, 19 площадок, это прорыв. А в прошлом году сколько было? Ну, их было 12, вот уже 18, 19 площадок. А кто вам помогает с организацией вот этого большого процесса? Ну, в первую очередь, помогает Молодежный клуб, русский географический обществ, помогает в организации. И в этом году у нас сегодня появились партнеры, информационный центр по атомной энергии, который также нам будет помогать в проведении диктанта. И для участников они подготовили небольшие призы. Но об этом уже только на диктанте я могу рассказать. А как представлена география нашего региона? Будут ли специальные вопросы? Нет. Или все отвечают на одни и те же, да? Нет. Неважно. В Московской области... Такого никто не ставил отдельно. Никто не ставил, да, значит. Регионы будут все, все по России, все регионы задействованы. Но вот чтобы такого экономического направления, чтобы сказать, что это какой-то регион, какая-то область, но такого нет. Ребята должны сами, участники, сами догадаться, о чем идет речь. Понимаете? По рисуночкам практика, по теории вопросов, они догадаются, где и чего. В странице во ВКонтакте вашего сообщества есть еще и раздел видео-вопросы. Что это такое? Что это за форматы? Как они будут приложены вот к этому небольшому листочку? Видео-вопросы с вариантами ответа от известных знаменитостей ребят, которые сотрудничают с Русским графическим обществом. И большой вклад еще идет от Валдиса Пельша. Он является партнером Русского графического общества. Он даже снял «Ген высоты» или «Как пройти на Эверест» фильм про подъем на Эверест целой группы людей в трех сериях. Сама задача этих видео-вопросов — это именно подготовка к географическому диктанту. Есть также группа ВКонтакте. Сейчас уже с сегодняшнего дня стал доступен демо-вариант. Можно пройти то же самое, как 11 ноября. Можно будет пройти на сайте. Сейчас можно пройти для себя небольшой демо-вариант. Это будет отдельный вариант. Вопросы будут аналогичны тем, которые будут на самом диктанте. То есть можно небольшую проверку уже пройти. А по видео-урокам можно понять, какие вопросы можно ждать на диктанте. Я хочу добавить. Это типа как подготовительный этап. Если они не растеряются, все быстро ответят, они по накатанному пойдут это отвечать. Никаких проблем нет. Я еще хочу уточнить, что наши коллеги, соучредители атомной энергии, они призы приготовили для тех, кто будет хорошо показывать себя на этом предварительном выступлении. То есть это не ради того, чтобы побороться за какие-то подарки. Не всех будут ожидать они на всех площадках регионов и других областей. А прежде всего доказать себе, что ты знаешь географию. Да в том-то и дело. Надо самому себе сказать, я умею, я знаю свою страну. Вот это главный, конечно, принцип. А как вы оцениваете, Сергей, вот сегодня, руководяем молодежным отделением географического общества, насколько сегодня молодежь интересуется географией родного края нашей страны? Я хочу сказать, что краеведением увлекается достаточно много людей. Что касается географии родного края, я знаю то, что в школах сейчас есть даже предмет такой. И в вузах также появились истории Владимирского края, такие предметы. В нашем активе сейчас насчитывается порядка 80 человек. Это те ребята, которые неравнодушны. Как минимум географию России, а географию Владимирского края мы стали проводить небольшие встречи по регионовведению. У нас ребята, студенты, естественно, географического факультета, педагогического института в ЛГУ и также ребята других направлений из ЛГУ рассказывают про свои места. Про то место, где они родились, про разные районы. Мы планируем все районы за этот год уже провести какие-то презентации по районам и рассказать, чем каждый район из нас уменит. А как прививаете тех, кто еще не достиг вот этого высшего звена и учится в большом вузе, а те, кто еще за школьной скамьей пытается там, да, вот есть окружающий мир, то есть такие предметы, которые еще только-только знакомят с нашим краем. Готовите ли вы их к потенциальной команде географического общества? Конечно, мы проводим встречи со школьниками, вот на следующей неделе мы поедем, это наш первый выезд будет в область, мы поедем во второвскую среднюю школу и будем выступать среди школьников 7-9 классов. Мы будем проводить презентацию нашего молодежного клуба, чем мы занимались, в каких экологических акциях мы участвовали и проведем небольшой экологический урок на 40 минут, урок экологического просвещения. Игорь Анатольевич, а как уже, да, мастодонты, да, географического общества у нас в Владимире? Ну так, во-первых, у нас есть возрастной такой центр, в наше общество надо, чтобы поступить, надо 18 лет иметь, это уже зрелый возраст такой, большой возраст, а мы детей, школьников к этому подготавливаем. Вот, и я еще здесь хочу отметить то, что у нас очень хорошие деловые связи, связи с другими регионами. Мы, например, спокойно можем поехать на Сахалин, нас ждут в Севастополе, нас ждут во всех местах, вот Россию, у нас прямые связи. Вот, и, конечно, нас не хватает денег, а так бы у нас. И работа есть, мы занимаемся, наши ребята занимаются раскопками в Бурятии. Вот, может быть, они обнаружат, откроют эту столицу древних, так сказать, монголов. Может, так, может, через Гесхана обнаружат. Ведь он где-то спрятал свое золото, может быть, там. Вот есть такая заинтересованность, и все такое. Мне кажется, у нас и на Владимирской земле есть места, где можно покопать. Конечно, есть. Вот, конечно, есть. Вот, мы же не зря обнаружили бивни мамонта большие. Значит, мы обнаружили, студенты обнаружили, раз бивни мамонта, значит, где-то сам мамонт есть. Только надо искать. Какие сегодня уголки нашего края интересны географическому обществу? Вот, чем вы подзадали вопрос. Все уголки интересны. Каждый пословно, потому что здесь проходил ледник. Один, второй, третий. Где ледник оставил свои следы, значит, там надо и копать. Где есть хоть небольшой какой-нибудь холмик, надо его посмотреть. А что же в этом холмике? Может быть, там мечи какие-нибудь, может, там еще что-нибудь, может, оружие какое-нибудь древнее. Вот. Ведь сегодня я хочу сказать, что история не укладывается в две тысячи лет. Она здесь, Владимирский край, самый древний. Может быть, здесь начало вообще мира. 23 тысячи лет тому назад здесь уже было развитое общество. Раз оно в то время было развито, бусинки были у девочек 23 тысячи лет. Оружие было уже, правда, бронзовое, бедное. Но оно было, значит, где-то было и раньше. Надо искать. Минута до завершения эфира. Осталось еще раз пригласить наших телезрителей на географический диктант. И, может быть, еще рассказать, почему нужно принять участие в нем. Пожалуйста. Во-первых, нужно попробовать себя испытать. Потому что это вот чрезвычайно интересно ответить на вопросы. Во-вторых, показать себе, что ты знаешь свою страну. Я считаю, это и есть проявление патриотизма. Сергей. 11 ноября в 7-м корпусе в ЛГУ, проспект Строителей, дом 11. В 12 часов к московскому времени начнется географический диктант. Для того, чтобы туда попасть, вам необходимо взять с собой паспорт, для того, чтобы пройти в корпус и ручку. Лучше подойти заранее, где-то к 11.30, чтобы успеть зарегистрироваться. Тогда увидимся на географическом диктанте. Спасибо. Спасибо.